То, что страна живет в состоянии правового дефолта, давно не новость. Но и в этом отношении режим, оказывается, может удивить. Так называемый замглавый МИД Беларуси внезапно предложил отказаться от концепции прав человека. Мол, это утопия, не поддающаяся реализации на практике. Это цитата. Звучит, прямо скажем, скверно. В стране и так сложно говорить о правах человека и еще сложнее за них бороться. А дальше, видимо, будет еще хуже. Возможно ли, что эта инициатива станет реальностью? Как в Беларуси могут отменить права человека и кто защищает эти права беларусов сейчас? Беларусь является страной, участницей многих международных договоров, которые регулируют международные обязательства по правам человека, которые страна на себя взяла добровольно. Обязательство соблюдать права человека. Беларусь является подписантом Пакта о гражданских политических правах, которые основаны на всеобщей декларации прав человека, также подписанткой многих конвенций. Поэтому страна обязана соблюдать, защищать права человека. Потому что она взяла на себя эти обязательства. Если смотреть в практическую плоскость реализации, ну, наверное, с этим есть вопросы. Поэтому, наверное, и возникает вопрос о том, насколько близко или далеко в Беларуси права человека. Как и, наверное, во многих странах есть права человека, который соблюдается, есть, который не соблюдается. Но всегда вопрос в том, что если права человека нарушаются, то должен быть какой-то механизм восстановления в правах, соблюдения, защиты этих прав. Мне кажется, что самое большое подхрамывание в Беларуси происходит как раз-таки на стадии соблюдения и защиты, именно защиты прав человека. Вот гражданский обзор, который мы представляли в Нью-Йорке, это, может быть, один из каких-то кирпичиков к этому всему вопросу. Беларусь по-прежнему является, как я уже говорила, частью многих международных обязательств, и она от них не отказывалась и не выходила из них. Поэтому в чем, может быть, причина подобных заявлений? Ну, не знаю, может быть, это какая-то подготовка, не знаю, к выходу, может быть, из международных обязательств. Сложно понять мотивы нашей власти, потому что она не всегда действует каким-то логичным путем, но, может быть, причиной в этом, что есть некая какая-то подготовка к выходу из международных обязательств. У каждой конвенции, у каждого международного договора есть свой механизм дальнейшего контроля, если ответственность за нарушение прав, только в случае, если страна не сделала какую-то оговорку к международному договору. Вот то, что сказал Мразевич в последних новостях, в своем выступлении, о том, что в Руси есть некое предложение вообще отказаться, в принципе, от каких-либо контрольных органов в сфере прав человека и сделать добровольные национальные обзоры. Вот до этого упоминалось, да, про добровольный национальный обзор, который был в Нью-Йорке, где мы представили свой гражданский обзор альтернативный на цели устойчивого развития. Как раз-таки тот механизм и есть, он добровольный национальный обзор. Вот то же самое, что и предлагает сейчас господин Мразевич. И как бы суть-то предложения состоит в том, чтобы просто добровольно красиво отчитаться, так как сделала сейчас представительница режима в Нью-Йорке, с видео, с веселой музыкой и так далее. Ну и все, и то есть получить, возможно, какие-то комментарии, но в дальнейшем никаких последствий, никаких рекомендаций, никаких осуждений и так далее. Если такие механизмы мягкие будут, то, по сути, страна может всегда ссылаться на принцип, вот у нас есть наши внутренние дела, мы трактуем это положение международного обязательства так, как мы хотим, и мы его так исполняем, и как бы и все, что вы нам сделаете, мы тут сами так решили. Я считаю, что последствия таковы, что, по сути, это какая-то изоляция страны в своем представлении вообще, в принципе, концепции прав человека, в их соблюдении, реализации, в их защите. В конечном итоге, если говорить про простого человека, это будет значить только одно, что права человека не только не будут никак защищены, но они, в принципе, просто даже и никак не реализованы будут на территории страны. Беларусь является подписанткой некоторых конвенций, пакта о гражданских политических правах. В соответствии с этими международными договорами есть механизмы, которые позволяют защищать права на международном уровне. То есть сначала всегда вообще, в принципе, когда защищается какое-то нарушенное право человека, оно защищается на национальном уровне, и абсолютно очевидно, что в белорусских реалиях национальный уровень не работает, поэтому есть международный уровень. К примеру, если мы говорим о пакте о гражданских политических правах, есть комитет по правам человека ООН, в который можно обратиться с индивидуальным обращением, и это дело будет рассматриваться на уровне этого комитета. Поэтому, в принципе, по тем конвенциям, в которых Беларусь ратифицировала процедуру таких комитетов, можно обращаться и достигать такой защиты прав человека на международном уровне. Берегите себя и не забудьте поставить лайк. Это поможет видеть наши ролики большему числу белорусов. Спасибо и до встречи на Маланке. Продолжение следует...